Продолжение следует... Это слова, которые называют предметы или явления, ушедшие из нашей жизни. Именно поэтому в современном языке историзмы не имеют синонимов. Перед вами примеры историзмов «кибитка» и «кокошник». Когда-то люди передвигались по дорогам в кибитках, в повозках с крытым верхом, а на праздник замужние женщины надевали на голову праздничный головной убор «кокошник». Предметы ушли из нашего обихода, с ними ушли и слова. А вот архаизмы, которые тоже являются устаревшими словами, имеют синонимы в современном языке, так как они называют предметы или явления, которые существуют и по сей день. То, что раньше люди называли витрило, теперь звучит как парус, а выя – это шея. Следующая лексическая группа – это диалектизмы. Слова, используемые жителями какой-либо одной местности. Для названия простой обыкновенной курицы жители Псковской области используют более 30 наименований. Некоторые слова перед вами. Следующая лексическая группа – это профессионализмы. Слова, используемые людьми одной профессии. Инъекции, анестезия, реанимация – эти слова мы можем услышать в речи медицинских работников. Камбус, флотилия, лот, палундра – слова профессиональной лексики моряков. Алиби, амнистия, прокурор – это слова юридической лексики. И еще одна лексическая группа – это термины, специальные слова, обозначающие научные понятия. Каждая наука имеет свои определенные термины. Термины, подлежащие, спряжение, падеж – это термины языкознания. Катет, гипотенуза, аксиома – это термины, которые вы будете использовать на уроках геометрии. Валентность, оксид, катализатор – термины, значения которых вы узнаете на уроках химии. Следующая наша тема – это род имени существительного. Мы с вами помним, что большинство существительных в русском языке относятся к одному из трех родов. К мужскому роду относятся существительные с согласным на конце, с твердым или мягким. Небольшая группа одушевленных существительных с окончаниями «а» или «я». Также существительные с окончанием «а», имеющие уменьшительно-ласкательные суффиксы, как, например, слово «парнишка». Уменьшительно-ласкательный суффикс «ишк». Или существительные с окончанием «е», имеющие увеличивающий суффикс «ищ», «холодище», производные от слова «холод». Кроме того, слово «подмастерье» является существительным мужского рода. Подмастерье – это ученик мастера. К женскому роду относятся существительные с окончаниями «а» или «я», а также существительные с мягким знаком на конце, которые в форме родительного падежа имеют окончание «и». Нет лошади, мыши. К среднему роду относятся существительные с окончаниями «о», «е». 10 слов, оканчивающиеся на «мя» – это разносклоняемые существительные «время», «бремя», «вымя», «темя» и т.д. Кроме того, к среднему роду относятся одушевленные существительные «дитя». Есть еще существительные общего рода, которые имеют значение лица, дают характеристику этому лицу. Такие существительные имеют окончания «а» или «я». Они выступают в роли существительных мужского рода, если они называют лицо мужского пола. И, соответственно, в роли существительных женского рода, если называют лицо женского пола. Сравните «какой ты ягоза?». Определить род здесь нам помогает окончание зависимого слова. И, кроме всего прочего, есть небольшая группа существительных, которые употребляются только в форме множественного числа, например, духи, бусы, ножницы. У таких существительных род не определяется.